Американская экономика не посылает никаких сигналов о том, что нам нужно спешить со снижением ставок. Именно так заявил вчера глава Центробанка США. Эту тему поддержали и другие представители Федеральной резервной системы, также выступавшие вчера на различных мероприятиях. Например, Сьюзен Коллинз из Федерального резервного банка Бостона также считает, что большой срочности в снижении ставок нет, а главной целью их действий должно стать сохранение здоровой экономики. Учитывая, что уже более месяца валюты торгуются в первую очередь под влиянием политических новостей, экономические показатели часто просто тонут в их шуме или проходят незамеченными. Вот и сейчас реакция доллара на в большинстве своем истребиные сигналы ФРС США оказалась явно искаженной. В среду его цена по шестивалютному индексу в падении даже протестировала недельный минимум, консолидируясь в дневном диапазоне 106.10-106.50. И дело не только в том, что геополитические страхи ослабли после выступления министра иностранных дел России. Рынку вообще пора было остановиться и перевести дух после лихорадочного ралли на торговле Трампа, которая загнала доллар США на высоту почти в 107 пунктов. Плюс ко всему число обещаний последнего столь велико, что отследить выполнение каждого из них стоит большого труда. Кроме того, уже сейчас рынок сталкивается с трудностями из-за противоречивых назначений Трампа на министерские посты в будущем правительстве. Ведь некоторые из предложенных кандидатов имеют очень скудный опыт работы в той сфере, в которой будут руководить. В сложившейся ситуации аналитики советуют трейдерам уделять, конечно, больше внимания именно надежным экономическим данным, особенно в построении средней и долгосрочных стратегий. Для того, кто учитывает публикуемую статистику в своей работе, мы регулярно публикуем календарь трейдера. Правда, на фоне сообщений средств массовой информации, любые экономические отчеты могут быть рынками временно проигнорированы, как это произошло, к примеру, вчера с данными по инфляции в зоне евро. Кстати, сегодня эта тема была продолжена Европейским Центробанком, который опубликовал свой индикатор данных по зарплате. Согласно отчету, в третьем квартале ее рост ускорился на 5,42% в годовом исчислении. Более высокие зарплаты, конечно, говорят в пользу повышения инфляции, а она, в свою очередь, может привести к менее резкому снижению базовой ставки Центробанка. Но пока внезапный рост показателя не оказал никакой поддержки евро, поскольку его цена сегодня держалась недалеко от внутридневных минимумов, вблизи отметки 1,0550. Правда, на консолидации перекупленного доллара быки все-таки могут попытаться пробиться выше линии технического сопротивления на 1,0608. При таком сценарии коррекция продолжится до границы тренда 1,0664, однако наиболее вероятен курс на дальнейшие продажи евро. И это, конечно, все приведет цену евро сначала в район технической поддержки на 1,0557, а в случае пробоя этой отметки в направлении уже уровня 1,0496. Да и в среднесрочной перспективе пару евро-доллар ждет все тот же медвежий импульс, а пока сформированная в последние сутки консолидация вполне может превратиться в своеобразный застой, так как экономический календарь во второй половине этой недели практически пуст. Возможно, что некоторое оживление начнется лишь только в пятницу, когда будут опубликованы предварительные оценки индексов деловой активности. В зоне евро они ожидаются, кстати, на повышение, причем все три показателя производственные, индексы для сферы услуг и композитный индекс. Составной индекс деловой активности ожидается, кстати, на повышение до 50,3 пункта. В то же время аналогичные данные по Германии выглядят гораздо хуже, в районе 48,6 пункта. А вот прогнозируемый рост валового внутреннего продукта, ведущий экономики еврозоны, вообще вызывает тревогу. Ведь прогнозы ожидают его снижения до минус 0,2% по сравнению с прошлым годом. Так что если оживление на графике евро и произойдет, то оно, скорее всего, будет все-таки не в пользу единой валюты. Интересно, что котировки нефти сейчас ведут себя так же, как европейские валюты, то есть абсолютно игнорируют экономическую статистику. Так, данные Американского института нефти по запасам сырой нефти показали внушительный прирост. Вместо ожидаемых 800 тысяч баррелей, запасы увеличились на 4 миллиона 800 тысяч баррелей. Однако со стороны нефтяных трейдеров какой-либо заметной реакции на эту информацию так и не последовало. Цена марки Brent, например, по-прежнему держалась на повышении внутри дневного диапазона 73 доллара 10 центов, 73 доллара 90 центов за доллар. Возможно, данные от Министерства энергетики Соединенных Штатов смогут заинтересовать рынки сильнее, чем утренние отчеты. Тем более, что они, судя по прогнозам, тоже должны показать рост запасов сырой нефти на 800 тысяч баррелей. И если фактические цифры окажутся заметно больше прогноза, то вполне можно будет ожидать все-таки снижения стоимости черного золота. Под каток политических новостей попал и российский рынок. Еще вчера в моменте обрушились биржевые акции. Размеры падения составили около 3%, причем под раздачу попали абсолютно все сектора от Сбера, Газпрома и Роснефти до Яндекса. Официальный курс доллара Соединенных Штатов, установленный Центральным банком, с 20 ноября торгуется сейчас уже выше отметки 100 рублей. В то же время ситуация остается очень напряженной, так что рубль и дальше, скорее всего, будет находиться под давлением. И на данный момент сочетание факторов вообще исключает возможность укрепления для российской валюты и при этом высока вероятность дальнейшего ослабления рубля. И подобное положение вещей, скорее всего, будет сохраняться еще несколько дней вперед. И может быть даже до начала следующей торговой недели. На этом у нас сегодня все. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи. Увидимся в новых видео. Как когда-то говорил Джон Конноли, это один из бывших министров финансов США, доллар это наша валюта, но ваша проблема. Продолжение следует... Продолжение следует...